В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Спонсор выпуска варикоза нет. Если вас беспокоят отеки и тяжесть, если вы замечаете покраснение, синеватые звездочки или венозную сетку, все это признаки варикоза. В клинике варикоза нет. Проведут диагностику и поставят точный диагноз в течение 30 минут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. В начале выпуска коротко о главном. Мусорки Оренбурга переполнены. Сергей Салмин дал поручение руководителям округов проверить состояние контейнерных площадок в городе. Ни школ, ни медпунктов, ни магазинов. Чтобы обеспечить свои семьи продуктами, жители одного из сел Адамовского района вынуждены ехать за десятки километров. Крещение Господне. Где по области будут расположены купели? Поддержка промышленности. 40 предприятий Оренбуржья получили поддержку от региональных властей в 2022 году. Превыше всего защита Родины. В рамках акции в поддержку СВО в Оренбурге выступил коллектив «Созвездие». Матчи очередного тура волейбольной суперлиги. В Санкт-Петербурге оренбургский нефтяник в сухую проиграл «Зениту». Евгений Арапа в ближайшее время может выйти на свободу. Ходатайство экс-главы Оренбурга об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Акбулагский районный суд пришел к выводу, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания в виде лишения свободы. Отметим, постановление еще не вступило в законную силу. К другим новостям. Мусора на улицах Оренбурга все больше. Сергей Салмин дал поручение руководителям северного и южного округов проверить состояние контейнерных площадок в городе. Глава отметил, необходимо оперативно провести инвентаризацию, проконтролировать, на всех ли площадках наведен порядок. В случае выявления мест, заваленных отходами, нужно связаться с региональным оператором по вывозу ТКО. Напомним, жалоб горожан на завалы мусора становится все больше. Вместе с тем, руководство общества природа обещало избавиться от городходов еще к началу этой недели. Уже на этой неделе православные христиане отметят праздник, который считается одним из самых древних – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января по всей области организуют купели. Их оборудуют всем необходимым – ограждениями, лестницами и скамейками. Возле мест купания обязательно будут дежурить спасатели. В Оренбурге будет оборудована единственная купель на реке Урал в районе регионального следственного комитета. До самой купели можно будет добраться по переулку Дмитриевскому, а парковку оборудуют на бульваре имени Пушкина. Отметим, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации купели в Оренбурге не обустраивали. В Орске купелей будет две – на базе Орские моржи на реке Урал и купель Серафима Саровского в районе ОЗТП. Соответствующее постановление подписал глава города Василий Казупица. 18 января коммунальные службы расчистят подъезды к местам купания и стоянки для автомобилей. В Бузлуке местом для традиционного ритуала станет часть реки Самара в районе низководного моста. По традиции прорубь будет расположена справа. Новотрайчане смогут искупаться в ночь на 19 января на озере у храма святых апостолов Петра и Павла. Оренбург почти готов к празднованию Крещения Господня. Завершаются работы по оборудованию купели, мест омовения. Рабочие устанавливают палатки и обустраивают территорию по реке Урал. Подробнее в нашем следующем материале. Работа Евгения требует филигранности. Из озерных голубь льда он создает фигуры. Пока еще не совсем тонкая работа, аккуратная. Аккуратная должна быть завтра уже. Сегодня только подготовительная. Зачатки только получаются. В этом году у нас тут будет крест присутствовать на композиции. Рабочие стараются создать все условия для верующих оренбуржцев. Одна из палаток будет обогреваться. На снег постелят соломы и ветки ели. Подготавливаются безопасные исходы к местам проведения омовений. Организованы раздевалки для граждан. Также осуществляется монтаж ограждения елочного для защиты всех пришедших на мероприятие. В принципе, все идет согласно графику. Планируем, что к 18-му часу будем готовы принять всех желающих. Обряд освящения воды проведут утром 19 января. Тем, кто хотел бы отметить праздник, но не считает себя готовым к погружению в холодную воду, окунаться не обязательно. Достаточно просто прийти в церковь, остоять службу и набрать в храме освященной воды. Даже самым отважным специалисты рекомендуют быть внимательным к своему здоровью. Совсем скоро на этом месте появятся две купели. Есть несколько причин, почему стоит выбрать именно оборудованное место. Во-первых, здесь есть специальное сооружение. Во-вторых, на месте будут дежурить спасатели и медики, что будет гарантировать вашу безопасность. Уже составлен график дежурств сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства. Они будут распределять потоки людей, чтобы не возникло давки. Вечером 18 января и весь день 19 числа на месте будут работать медики, полиция и спасатели. Завершить крещенские купания планируется 20 января. Диана Кузимбаева, Андрей Булатов. Новости дня. Без медицинской помощи и образования. Жители села Баймурат Адамовского района отрезаны от мира. Нет ни школ, ни медпунктов, ни даже магазинов. Чтобы обеспечить свои семьи продуктами, люди вынуждены ехать за десятки километров. В селе Баймурат 18 дворов и несколько десятков жителей. Ближайшие магазины и школы за 12 километров. А больницы еще дальше, в Адамовке, до которой 36 километров. Автобусы здесь не ездят уже около 10 лет, говорят местные жители. У большинства живущих здесь есть своя техника. Они готовы помогать соседям, но такая помощь обходится недешево. За одну поездку берут от 500 до 1000 рублей. Когда в селе населения было больше, жить было проще. По словам женщины, ответ от власти на все один. Школу закрыли из-за маленького количества людей. Случилось это около 10 лет назад. Медпункта нет по той же причине. Зачастую скорую помощь приходится ждать по несколько часов. Иногда она приезжает даже из соседнего Кваркинского района. Сейчас жители делятся. Были бы рады и альтернативе – автолавке, которая привозила бы продукты первой необходимости. Не отказались бы и от автобуса два раза в неделю. Один в любой будний день, чтобы ездить в районный центр Адамовко в больницу. Второй – в четверг для поездок в поселок Теренсай на рынок или в магазины. Мы направили запрос в администрацию Адамовского района. Создадут ли для жителей необходимые условия? Ждем ответ. Поездка на общественном транспорте – как испытание на прочность. Резкие перепады температур привели к тому, что ситуация с гололедом в областном центре обострилась. Особенно опасны автобусные остановки. Ситуацию усложняют и кривые подъемы и спуски к дороге. При перепадах температуры зимой на дорогах становится опасно. Снег то тает, то превращается в заледеневшую корку. Двигаться по застывшим обочинам или сойти с них, чтобы попасть в общественный транспорт, становится настоящим квестом. Улица Пролетарская. Скользкие ледяные холмы для пешеходов опасны. Особенная проблема для пожилых и мам с маленькими детьми. В автобус невозможно сесть и выйти с автобуса. Одни убийства. Сколько уже падали люди и все. Вообще никому ничего не надо. Сейчас не так ловкие. Скользишь, падаешь, я уже падала на такой остановке. А уж если сумерки, невозможно. Утро и вечер. Высота ледяного свой на остановке Ноябрьской порядка 10 сантиметров. Такое препятствие становится угрозой для жизни и здоровья людей. Нога может элементарно соскользнуть с обочины, а человек оказаться под колесами транспорта. А это остановка АТП. Здесь то же самое. Но к этой проблеме добавляется еще одна. Водители автобусов останавливаются от обочины слишком далеко. В этот раз отличился водитель маршрута номер 67. Оставив до остановки около полутора-двух метров, он, видимо, решил, что скользкая дорога – не проблема, и пассажир без труда попадет в машину. А бывает и не останавливается. Такое бывает. Но они не всегда заезжают в карманку. Особенно утром они проезжают даже остановки. Двигаемся в сторону одного из самых развитых районов Оренбурга. На остановке 18-й микрорайон лед стал похож на ячейки, попав в которую можно получить травму. Начиная от ушиба, заканчивая переломами. Аналогичная ситуация на улице Салмышской. На остановке 19-й микрорайон снег превратился будто в ледяные ступени. Только удобными они не являются ни при подъеме на остановке, ни при спуске с нее. Добавим, при получении травмы на автобусных остановках ответственность несет Министерство или Департамент транспорта. Но для подтверждения случившегося и получения компенсации всегда необходимо предоставлять какие-либо доказательства и чеки о предоставленном вам лечении. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка промышленности. 40 предприятий Оренбуржья получили поддержку от региональных властей в 2022 году. Превыше всего защита Родины. В рамках акции в поддержку СВО в Оренбурге выступил коллектив «Созвездие». Матчи очередного тура волейбольной Суперлиги. В Санкт-Петербурге оренбургский нефтяник в сухую проиграл «Зениту». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости дня. Мы продолжаем. Поддержка промышленности. 40 предприятий Оренбуржья получили поддержку от региональных властей в 2022 году. Об этом рассказали в правительстве области. Из бюджета направили миллиард рублей. Это позволило сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, формировать запасы продукции, перенастраивать кооперационные связи и логистику в новых экономических условиях. Региональный фонд развития промышленности за прошлый год выдал 18 льготных займов. 17 предприятий компенсировали затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам. 9 получили субсидии на новое оборудование. 10 производителей легкой промышленности возместили суммы, потраченные на продвижение продукции на электронных торговых площадках. Помощь получили более 40 компаний. По итогам года видим, что принятые меры были действенными и своевременными. Предприятия не только продолжили работу, но и развивались. Запускали новые направления производства, модернизировали материально-техническую базу, замещали импортную продукцию. В следующем году продолжим поддерживать промышленность региона, направим на это не менее 800 миллионов рублей. По данным органов статистики, за 11 месяцев 2022 года промышленные предприятия региона отгрузили продукцию на сумму свыше триллиона рублей. Основной вклад внесли предприятия добывающего сектора. В областной прокуратуре прошел брифинг по борьбе с организованной преступностью за 2022 год. С представителями СМИ встретился заместитель прокурора Оренбургской области Игорь Крушинский. Он рассказал, за прошедший год выявили 1 миллиард преступного дохода. Большинство рассмотренных дел связаны с вымогательством денег у предпринимателей, угоном автомобилей, убийствами, хищениями и горным бизнесом и наркооборотом. Как следствие, результаты этой работы стала ликвидация деятельности на территории региона 28 организованных групп двух преступных сообществ. В общей сложности преступный доход, который был установлен в ходе расследования, достиг более 1 миллиарда рублей. В 2022 году вынесен приговор одному из самых известных криминальных авторитетов области – Сергею Корчагину. Он обвинялся в семи покушениях, трех убийствах и незаконном хранении оружия. Сообщается, что Корчагин действовал с 2000 по 2008 год. Он занимал высшее положение в преступной иерархии. Также утвержден обвинительный приговор по делу семейной копилки, которая занималась финансовыми махинациями. Мошенники обманным путем заработали более 415 миллионов рублей. Деньги тратились на покупку квартир, машин, ювелирных украшений. От действий группировки пострадали более 2000 человек по всей стране. Кроме того, зампрокурор отметил – дела расследуются, даже если с момента их возбуждения прошло более 20 лет. Игорь Крушинский подчеркнул – много уголовных дел находится в производстве прямо сейчас. А итоги деятельности за 2022 год – это результат слаженной работы сотрудников внутренних органов. К другим темам. Оренбургские волонтеры активно помогают бойцам на передовой. В швейных цехах оренбурженки безвозмездно шьют маскировочные сетки, гибкие носилки и даже экипировку для снайперов. Все это спасло не одну жизнь военнослужащих. Ассортимент волонтеров изучил Александр Криволапов. В швейных цехах таких в Оренбурге много. В свободное от работы время небезразличные женщины плетут маскировочные сетки, на которые в войсках повышенный спрос. Они помогают спасать целые подразделения от вражеских ударов. Маскировочные сетки размером 3 на 6 могут сочетаться и скрыть от вражеского коптера или съемок с космоса, танк, артиллерию, либо окоп. А делают такие изделия, сетки, носилки, даже костюм Лешего, неравнодушные оренбурженки, которые так или иначе имеют отношение к специальной военной операции. У кого-то на Украине находятся близкие родственники, у кого-то друзья. Для фронта, для наших бойцов, чтобы они могли закрыть орудия родственники, поэтому знакомые. Поэтому нельзя оставаться в стороне. Тут же по соседству мастерицы плетут гибкие носилки. Такие приспособления были разработаны в ходе боевых действий на Донбассе доктором Юрием Евичем. Носилки могут выдержать до полутонны килограмма. Я сам лично проверял. Человек 140 килограмм, плюс еще бронежилет, разгрузка и так далее. Вот мы его бегали, нанесли, подкидывали. То есть реально не выдерживают. Носилки плетутся из сверхпрочного капрона. А это еще одна гордость оренбуржских мастериц. Экипировка для снайперов. Костюм Леший. Спрос на него огромный. Мешки нам тоже купили неравнодушные жители. Вот сто мешков они нам купили. Это именно джутовых. Потом мы отдаем нашим мастерицам. Они их разбирают. И вот очень кропотливый такой труд. Они по одной ниточке вплетают в сетку. На достигнутом волонтеры останавливаться не собираются. Любой может справиться. Только кто-то приходит. Будем всем рады. Тепло и забота оренбуржных согреет бойцов на передовой, а кому-то и спасет жизнь. Александр Криволоков, Семен Воробьев. Новости дня. Не просто служить, а превыше всего ставить защиту Родины. В рамках акции в поддержку СВО в Оренбурге выступил коллектив «Созвездие». Песни о службе пограничников «Долге» и «Родине» услышала и наша съемочная группа. Музыка объединяет и поддерживает в трудную минуту. В этом Валентина Шмагина-Седова уверена. В 8 лет девушка в составе творческой группы силовых структур «Созвездие» путешествует по России. Еще до начала концерта Валентина рассказала, россияне с радостью принимают артистов. Нас везде ждут, почти в каждом городе нашей большой необъятной страны. Это в первую очередь патриотическое воспитание наших воинов, служить на благо своей Родине. Привить патриотические ценности, рассказать о тех, кто ежедневно защищает территорию страны – пограничниках. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач. Свято исполняет пограничники свой долг, долг великих граждан России, которые ни пяди родной земли не отдадут никому. Оренбуржцы тепло встретили артистов. И дети, и взрослые, затаив дыхание, слушали знакомые многим песни. В финале концерта прозвучали строки знаменитого русского вальса на сопках Маньчжурии. И одна с другом все спокойно, все молчит в тишине ночной. Екатерина Яковсовна, Горбероев, Новости дня. О погоде. Безветренно и без осадков. Температура воздуха в Оренбурге всю третью неделю января будет стабильной. Синоптики говорят, аномальных морозов не предвидится. В предстоящую неделю наша область будет находиться под влиянием антициклона. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут отметки от минус 18 до 23 градусов. В северных районах области возможно похолодание до минус 30. Всю неделю погода будет однотипной и устойчивой. Если мы говорим про дневные температуры, здесь у нас минус 11, минус 16. Преимущественно по всей области. Ну, на востоке до минус 17, может быть. Крещенскую ночь с 18 на 19 января в Оренбурге будет мороз. Около 22 градусов. Немного холоднее на востоке региона. Минус 25. Температурный минимум недели придется на ее середину. В северо-восточных районах до 30 градусов мороза. К выходным в Оренбурге станет теплее. Днем температура едва ли опустится ниже минус 10 градусов. Осадков синоптики не ожидают. Как и сильного ветра. Солнце скроется за облаками. В большинстве районов области выходные будут пасмурными. О спорте. Состоялись матчи очередного тура волейбольной суперлиги. В Санкт-Петербурге оренбургский нефтяник в сухую проиграл зениту. В северной столице встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Нефтяник в нижней части, а Зенит единолично ее возглавляет, не потерпев еще ни одного поражения. Очередная игра для фаворитов проблем не составила и завершилась за час небольшим. Лишь в начале стартовой партии оренбуржцы играли на равных, но немного оторвавшись в счете, питерцы неудержимо полетели вперед и добились внушительного перевеса 25-15. Во втором сете Зенит сходу обозначил свое преимущество после серии семи подач подряд американца Андерсона. А далее хозяева делали на площадке все, что хотели и установили рекордный для этого сезона разрыв в счете 25-9. Не менее уверенно они провели заключительную третью партию 25-10. Если в предыдущем туре с другим Зенитом, Казанским, наши волейболисты сумели навязать борьбу, то сейчас у оренбуржцев ничего не получилось. Нефтяник продолжает встречаться с лидерами и в ближайшем туре примет пятую команду чемпионата Суперлиги «Динамо» из Ленинградской области. Хоккейные команды Оренбуржи сыграли очередные матчи своих чемпионатов. Выступающий в высшей лиге Южный Урал уступил в гостях Тольяттинской «Ладе». Арчане сейчас играют на выезде. Начали с победы в Казани над «Барсом», но успешно продолжить не получилось. «Лада», один из лидеров высшей лиги, две предыдущие встречи проиграла и горела желанием наконец порадовать своих болельщиков. Стартовый период получился крайне осторожным. Соперники старались в первую очередь строго действовать в обороне. На исходе игрового времени волжане использовали единственное удаление в нашем составе и реализовали лишнего. А вот во втором отрезке гостям пришлось играть в меньшинстве четыре раза и в основном отбиваться. Хозяева доминировали полностью, нанесли 23 броска против наших девяти. Но благодаря самоотверженной игре защитников и особенно вратаря Румянцева, южноуральцы пропустили всего один раз. В заключительном периоде команды обменялись заброшенными шайбами. 1-3. Арчане прервали свою великолепную серию из шести побед подряд. Много сил отдали, надо играть в мечты. Просили ребят поменьше удаляться. Много отдали сил. Пораньше надо было этот гол забить. Может быть перевернули бы игру. В молодежной хоккейной лиге оренбургские сарматы свое выездное турне завершили в Красноярске с местными рысями. Первую встречу владели преимуществом, однако в счете только догоняли. Два раза это сделали, но на третью шайбу ответа не нашлось. На следующий день оренбуржцы с лихвой вернули долг. Как и накануне, после двух периодов на табло горело 2-2. А едва началась финальная 20-минутка, как сарматы преподнесли сибирикам сюрприз в виде трех шайб за три минуты. Перестрелка продолжалась до финальной сирены и завершилась в нашу пользу 7-4. Вчера качество игры было неважное, но был результат. Сегодня полтора периода мы играли очень хорошо, но результата нет. Соперник сегодня был удачливый, скажем так, потому что пару голов таких залетело, но не обязательно. В сибирском турне сарматы сумели отобрать очки у каждого из соперников. И теперь медведи и снайперов попробуют обыграть дома. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов, Новости дня. На этом у меня все. Эфир продолжит День с ОРТ. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Подарите ногам здоровье и легкость. Федеральная сеть клиник «Варикоза. Нет?» Приглашай на консультацию флеболога с УЗИ ВЕН. Всего за 990 рублей. 486-487.